РСКОПТО ЧАНЕЛ В Беларуси касательно почтовых отправлений из-за рубежа, в частности посылок. Если кто не знает, то у нас здесь ввели ограничения, по-моему, 22 евро. Раньше было там что-то 100, 120, а потом вроде даже 200 сделали. Ну, правда, было это недолго, а сейчас сделали 22 евро. Якобы для того, чтобы защитить отечественного производителя, который ни хрена кроме дыма не производит. Ну, естественно, никому нафиг это говно не надо, никто не покупает. И вот они думают, что если они ведут 22 евро, то бюджет от этого очень сильно увеличится. Хотя, наверное, придурку понятно, что это не так. Пытаться реанимировать полуразложившийся труп за счет других, это, ну, как бы, любому дураку понятно, что это шаг назад. Не будем о грустном, а будем о очень грустном. Хочу вам рассказать ситуацию. Заказал я два маленьких-прималеньких петличных микрофона из Китая. Стоят они, короче, по 7 долларов. 7 там с копейкой. Отослал мне китаец вот таким конвертиком. И что здесь, значит, произошло? Как видите, вот здесь вот написано, скрыто по требованию таможни. Я долго думал, какого хрена они тут что скрывали, копеечная посылка. А оказывается, отправитель, то есть китаец, не заполнил форму CN22. То бишь таможенную декларацию. На таможне вскрыли эту посылку и попросили меня уточнить данные. Значит, спросите вы, какие данные можно уточнить? Здесь все написано. Адрес, фамилия, все, что надо, есть. Даже телефон есть. А уточнить они попросили, в частности, вложение, поле, количество, вес, стоимость. У меня было два микрофона. Вот они. Дешевенькие микрофончики. Я долго думал, у меня два микрофона. Здесь указано количество, а здесь стоимость. Ну, допустим, я написал количество два. А стоимость? Какую стоимость вносить? За один или сразу два? Непонятно. Поэтому я написал два раза микрофон по одному и цену. Потому что я же дебилы возьму, да помножить на два уже цену за оба микрофона. Точнее стоимость. Ну, ладно, думаю. Все проходит по нормам. Не вопрос. Указал реальную стоимость. А смотрите, что дальше. Прихожу я на почту, а мне там говорят, будь-ка добр, заплати-ка, вот смотрите, взыскать с получателя 32,400. Конечно, в принципе, деньги небольшие, сколько-то, меньше двух долларов где-то получается, чтобы было понятно, кто не в курсе белорусских рублей. То есть за то, что они через интернет запросили у меня данные, в частности, стоимости. А, вот видите, что я вам говорил? ЦН-22 форма. Правда, тут еще ЦН-23 написано, не знаю, что это такое. За заполнение этой формы, а они у меня содрали 32,400. Ну, скажите, есть у них хотя бы грамм совести? Раньше это было бесплатно. Я помню, неоднократно заполнял эти формы, денег за это не брали. Не то, что мне как бы жалко эти 32 тысячи, да гаря не гаром. Ну, просто бесит, что в этой образцово-показательной стране готовы тебя ободрать на каждом шагу. Но это не все. Сейчас, как известно, в РФ хотят обложить видеоблогеров налогом. Они по этому поводу негодуют как-то так. Так, это же пожертвование, пожертвование не облагается налогом. В принципе, да. Церковь, когда продает свечки, они тоже говорят, что это пожертвование. Они-то как бы за эти деньги только обещают спасение души. Хотя, хрен его знает, спасут они ее и нет. И они как бы предлагали перенести свой продакшн куда-нибудь из России в Беларусь. Так вот, ребята, ни в коем случае в Беларусь ничего не переносите. Вас тут, блядь, обдерут в 100 раз сильнее, чем в России. Вы там сидите в своих Самарах, Тулах и Кемерово и сидите лучше. Так что не надо думать, что в Беларуси все супер охуенно и все очень хорошо. Смею вас уверить, все совсем не так. Так что вот будьте в курсе, когда будете заказывать эти посылки. Требуйте от отправителя обязательно заполнение формы ЦН-22. Если вы это не сделаете, то автоматически попадете на сумму 32400. Поэтому пеняйте только на себя. Ну и на китайцев тоже. Кому понравилось видео или у кого там более зашкварная история произошла, пишите в комментах, ставьте лайки. Естественно, подписывайтесь и делайте репосты. Потому что без репостов многие просто будут не в курсе. Так что всем пока, до свидания.